так вот вторая лабораторная работа у вас будет связано с итерационными методами и сегодня на занятии рассмотрим основные понятия связанные с решением систем линейных уравнений с помощью итерационных методов ну чтобы вы это все вспомнили чтобы тут как говорится говорить на одном и том же языке в разных на разных направлениях подготовки у вас было в разном объеме кого-то очень детально рассматривалась решение систем линейных уравнений с помощью итерационных методов у кого-то менее детально кого-то может быть совсем не вот поэтому такая вот вводная небольшая лекция это будет полезный здесь план нашего занятия то есть мы рассмотрим три таких вот основных базовых методов методы якобы зайдали верхней релаксации которые в принципе можно все отнести к классу методов простой итерации ну тут как говорится вопрос терминология можно говорить о том что вот есть отдельный метод простой итерации ну или же вот есть большой класс алгоритмов которые вот все называются методы простой итерации вот поговорим о распараллеливание ну и вот отдельно я хотел бы ну для расширения немножко кругозор рассказать об одном очень таком красивом способе ускорения сходимости итерационных методов 4 так рассматривается система линейных алгебраических уравнений та же самая постановка задачи которую мы рассматривали на всех предыдущих занятиях есть некоторая задача вида а x равно b а квадратные вещественные матрица вы бы это заданный вектор ну а x вектор который нужно найти если говорить про гипотетическое точное решение системы то его можно обозначить вот так со звездочкой и можно также сказать что методы которые мы рассматривали на прошлых занятиях любой из этих методов милу разложения разложения холецкого методы прогонки редукция в предположении что все вычисления проводятся без ошибок округления точно они дадут нам точное решение системы уравнений и такие методы они называются прямыми прямой метод он дает точное решение применительно к реализации метод данных методов на компьютере конечно же точное решение мы не будем получать вот увидели штамм если у нас есть некоторая псалмашинная и все вычисления проводятся вот с этой вот погрешностью и псалмашинные то реальное решение она может лежать довольно далеко от того что мы получим но если предположить что система решается в целых числах или же если предположить что мы используем какой-то специальный тип данных типа рациональное число и вычисление в рациональных числах проводится то тогда решение будет точно вот мы сейчас рассматриваем совершенно другой класс методов итерационные методы которые заранее для которых заранее известно что эти методы дают приближенное решение задачи то есть у прямого метода после выполнения некоторого числа операций например там как n в кубе 2 3 в кубе для метода гаусса или 8 м для прогонки мы получаем точное решение здесь же метод генерирует некоторую последовательность векторов xs которая где-то в пределе может сходиться а может и не сходиться к точному решению ну и если такая последовательность сходится то есть предел норма вектора xs минус их со звездочкой равен нулю и это выполняется для любого начального приближения для любого стартового вектора x 0 то тогда итерационный метод называется сходящимися то есть вот это вот последовательность она начинается с некоторого стартового вектора x 0 кого если для любого такого вектора в пределе в бесконечности мы получаем точное решение со звездочкой то говорят что в метод сходятся конечно на практике при реализации мы не можем делать вот такое бесконечное количество итераций получать бесконечную последовательность векторов вот этот вот итерационный процесс надо где-то остановить существует несколько критериев остановки методом давайте вот начнем тут с последнего он самый простой вот есть ресурс на проведение н итерации вот их выполнили и остановились смотрим какое решение получилось на последнем шаге вот эта постановка она на практике весьма часто возникает то есть нет возможности добиваться какой-то высокой точности а есть только ограниченный во времени ресурс можно провести 100 или 1000 итерации все но если задача какая-то хорошая тверд рации быстро проводится требует на не очень много времени то тогда можно использовать вот один из двух критериев установки по точности с 1 критерий он регулирует изменения вернее не регулирует а следит следит за изменением нашего текущего приближения если ст приближение не сильно отличается от предыдущего с минус 1 приближения то есть мы сделали один шаг методом но ушли от предыдущего приближения не очень далеко а вот на величину и псилон один вернее на величину меньше чем и псилон один тогда метод становится то есть новая итерация не дает изменения большого изменения текущего решения можно здесь использовать другой критерий ставки вот традиционное обозначение р используется для невязки то есть если вот x со звездочкой это точное решение и если мы вот сюда подставим их со звездочкой то мы получим ноль так как их со звездочкой решение точно а xs стоит решение приближенное вот сюда подставляем xs и получаем какой-то ненулевой вектор который называется невязкой и можно останавливаться когда невязка у нас станет меньше чем за 1 точность вот в принципе эти два критерия они связаны вот можно тут некими преобразованиями как-то свести один другому вот понятно что проверить вот такой вот критерий его проверка такого критерия она менее трудоемкая здесь одна лишь проверка вот этого критерия она требует умножения матрицы на вектор а на x а здесь всего лишь вычисление разности векторов вот поэтому более такой понятный более практический критерий это первый далее вообще говоря матрица а она может быть любая произвольная квадратная вещественная матрица вот однако вот да и есть итерационные методы которые предназначены для решения вот 7 линейных уравнений из произвольной матрицы но вот пока в рамках нашего сегодняшнего разговора мы будем предполагать что наша матрица матрица системы линейных уравнений она симметричная положительно определенная ну так же как мы делали для вот такое же предположение для разложения халецкого вот общая идея некоторого широкого класса методов которые можно назвать методы простой итерации состоит следующем вот пусть у нас есть наша исходная система а x равно бы давайте преобразуем ее вот к такому виду x равняется же x плюс c вот это преобразование она не является единственным то есть из а x равно b получить x равно же x плюс c можно многими разными способами вот например давайте представим матрицу а как раз разность двух каких-то матриц м м ну опять-таки ну очевидно что вот эту разность можно выбрать бесконечным числом способов тогда если мы подставим вот вместо а минус н сюда мы получим минус цены x равно бы раскрываем скобки переносим mx равно nx плюс b и и затем домножаем на обратную матрицу м здесь получается единичная а тут получается ну получается что получается то есть x равняется же x плюс c то есть если же это минус 1 на n а c это н минус 1 на b вот то есть вот такие методы вот это вот можно сказать что мы расщепили матрицу а на 2 и на основе вот этого расщепления сконструировали уравнение и даже равняется же x плюс c x равняется же x плюс c тогда вот и традиционный процесс организуется очень просто следующее приближение x с плюс первое это есть же на x st плюс c то есть если у нас есть какой-то начальный стартовый вектор x0 мы подставляем его сюда вычисляем x1 затем x1 подставляем сюда вычисляем x2 и так далее понятно что не любое вот такое вот расщепление матрицы а будет вести к хорошему и традиционному процессу для того чтобы вот этот метод сходился сходился к точному решению необходимо чтобы норма матрицы же норма матрицы перехода было бы меньше единицы ну в самом деле вот у меня здесь это не написано слайд я обычно тут на доске выписывают если вы многократно будем применять вот эту вот формулу для вычисления x а то у нас там на копится же в какой-то степени в рост и степени ну и понятно что если норма матрицы же больше единица то у нас разность между двумя векторами вот x с 1 с она будет нарастать то есть необходимо чтобы вот эта норма матрица же было бы меньше единицы ну и в случае симметричный положительно определенной матрицы достаточно чтобы спектральный радиус матрицы же был меньше единиц я напомню что урок спектральный радиус матрицы же это есть максимальная максимально собственно число матриц ну вообще говоря если же симметричное то мы должны сказать что это максимально по модулю собственное число если же будет симметричным положительно определенной то все собственные число положительное положительное и это просто максимальное собственное число вот то есть вот можно вывести вот такой вот соотношение которое вы поясняет вот эти требования погрешность получающиеся после с шагов разница между точным приближенным решением по норме меньше либо равна вот это вот норма же степени с норма матрица же умноженное на погрешность начального приближения то есть чтобы вот эта погрешность убывала нам нужно чтобы норма была бы меньше единиц ну и есть вопрос а вот как выбрать вот это вот расщепление то есть какие свойства у матрицы же при этом получаются ну вот один из частных случаев метода простой итерации который в старой советской литературе по числе методом и называется в принципе вот методом простой итерации записан вот здесь вот то есть можно записать вычисление вот x с того x с плюс 1 через x ст вот по такой формуле где тау это некоторое число параметр методом то есть вот из этой формулы можно оставим преобразовать ее в левой части оставить только x с плюс 1 перенести все x и с т в правую часть получается вот такой вот правило для вычисления x с плюс 1 по x с там ну если вот эту формулу записать по компонентном виде то есть для вычисления этой компоненты вектора x то будет получаться вот такое выражение да кстати я здесь ничего не сказал я ничего не сказал о том как у нас вообще выглядит матрица а а матрица а она может быть как плотной так и разреженной то есть пока мы об этом ну вот ничего не говорим и здесь самое важное достоинство всех традиционных методов в том что при использовании вот этого метода not даже вот здесь вот так вот представить в таком вот общем виде у нас исходная матрица а ну она практически здесь не меняется мы один раз тут вычислили же и работу ну или же вот в некоторых случаях как вот тут вот нам даже и что-то вычислять не нужно мы делаем вот такую запись и фактически работаем с исходной матрицей а я в дальнейшем это еще раз скажу подчеркнул что вот достоинство и традиционного метода в сравнению с прямым состоит в том что матрица с тем линейных уравнений она вообще никак не меняется если предположить что вот эта матрица является плотной размером нм то тогда трудоемкость одной итерации метода она порядка n в квадрате давайте вспомним что мы говорили о трудоемкости прямых методов ну вот если вспомнить трудоемкость метода халецкого то это одна третья 1 3 н куба за одну треть н куба мы получим точное решение а здесь каждая итерация дает n квадрате отсюда сразу видно собственно область применения область применения итерационных методов вот предположим что нам не надо получить получать решение ну вот как-то очень очень точно вот с точностью дабл с точностью 15 знаков после запятой например ну нам 6 до 100 4 4 знаков то есть у нас исходные данные например имеют большую погрешность поэтому там если в исходных данных погрешность во втором знаке смысла решается систему с точностью 15 знаков после запятой так вот итерационный метод он даст эту точность буквально за несколько итераций и за счет этого мы существенно сэкономим количество операций некоторые свои некоторые сведения о сходимости данного метода вот тут я их приведу как факт без какого-либо доказательства эти все доказательства они есть в литературе здесь они нам не особо нужны но сами вот эти понятия они характеризуют как бы свойства задачи свойства матрицы которые определяют скорость исходимости итерационного метода ну на примере метода простой операции если у нас матрица а симметричные положительно определенная то тогда вот такой вот итерационный метод вот в такой форме он сходится если параметр tau принадлежит интервалу от 0 до лямда макс лямбда макс это максимальное собственное число матрица если у нас есть интервал параметров и для любого интервала для любого значения из этого интервала метода сходится то возникает вопрос об оптимальном параметре ну и можно доказать можно вывести что оптимальным значением параметр tau которая обеспечивает наилучшую сходимость будет вот такое вот значение 2 поделенная на лямбда мин плюс у лямбда макс где лямбда мин это минимальная собственно число матрица и для такого вот метода с оптимальным параметром известно следующая оценка скорости его сходились что погрешность некоторого вот с плюс первого приближения меньше либо равна вот такой вот величине погрешность нулевого то есть начального приближения умноженное на мил минус один поделенные нами у плюс один степени с плюс один что давайте сейчас про эту оценку поговорим так как она характеризует собственно все итерационные методы для других методов она получается скажем так качественно такая же количественно она будет немножечко другая вот качественно такая же мил здесь число обусловленности матрицы а отношения максимального и минимального собственных чисел видно что у нас вот это вот погрешность убывает с той скоростью с которой вот у нас убывает вот этот вот коэффициент потому что звезд ноликова это константа это погрешность начального приближения а вот эта величина ее убывание она будет полностью зависит от величины числа обусловленности ну представим что у нас число обусловленности 2 тогда вот это вот величина у нас будет одна треть и метод будет сходиться очень быстро то есть одна треть в какой-то степени быстро бывает хотя представим что у нас мил это 10 в шестой степени миллион тогда вот эта дробь она будет очень близко к единице она будет меньше единица она всегда будет меньше единица но она будет очень близко и поэтому скорость сходимости будет маленькой вот говорят что матрица является плохо обусловленной если у нее большое число обусловленности и говорят что матрица хорошо обусловленная если у нее маленькое число но это плохо или хорошо вот это и показывает быстро или медленно эта задача будет решаться быстро или медленно будет сходиться итерационный нет то есть определяющее влияние на сходимость любого итерационного метода будет оказывать число в условности матрицы ну и также вот из этой оценочки видно что погрешность будет зависеть в том числе и от начального приближения от x 0 кого то есть если мы возьмем x 0 где-то очень и очень далеко от x со звездочкой то z0 будет большая величина и пока она тут еще будет убывать а если мы возьмем x 0 кого и близко как со звездочкой то это величина сразу будет маленькой и мы сразу получим хороший погреш ну в идеальном случае x 0 равно x со звездочкой и метод сразу спокойно останавливаться вот то есть вот это соотношение она характеризует основные свойства итерационных методов теперь что можно сказать про параллельность в итерационных методах каждое выполнение всех итерации осуществляется последовательно и результат очередной итерации используется при выполнении следующий раз параллелить процесс сразу целиком здесь не представляется возможно можно распараллеливать вычисления реализуемые выпал в ходе выполнения одной итерации ну и так уж устроены все итерационные методы что вот эти вычисления в рамках одной итерации они состоят в основном в умножении матрицы на вектор матрица а на какой-то вектор это может быть вектор x это может быть вектор невязки это может быть какой-то другой вспомогательный вектор но так или иначе на каждой итерации у нас один или несколько раз умножается матрица матрица а на вектор x то есть дополнительные вычисления но это например скалярные произведения векторов они тоже используются но имеет меньше порядок сложности если мы говорим про работу с плотными матрицами для разреженных там то же самое будет но только с учетом разреженности матрица так вот поэтому распараллеливание интернационных методов она сводится к грамотному распараллеливание умножения матрицы на вектор ну естественно внутри правильного алгоритма то есть если у нас есть некоторый последовательный итерационный метод то в нем обязательно есть некий цикл который выполняется до выполнения условия остановки а внутри этого цикла сидит умножение матрицы на вектор и вот его мы распараллеливаем то есть вот это вот умножение матрицы на вектор вот тут вот а xs но и распараллеливается поэтому применяем тут известный алгоритм умножение матрицы на вектор а а это операция в силу особенностей хранения матриц она распараллеливается очень хорошо накладные расходы здесь маленькие там вот результаты экспериментов я вам показывал то можно здесь ожидать очень хорошего ускорения вычисления которые имеют меньший порядок сложности но они либо в однопоточном режиме выполняются ну их тоже можно распараллелить и вот это будет особенно важно если у нас матрица разреженная если разреженная матрица то тогда число ненулевых элементов не она сопоставима с ее размером и поэтому трудоемкость мат умножение матрицы на вектор разреженной матрицы на плотный вектор она становится сопоставима с вычислением скалярного произведения векторов по трудоемкости вот то есть вот поэтому при работе с разреженными матрицами скалярное произведение тоже можно распараллеливать ну и вот некая теоретическая трудоемко оценка трудоемкости параллельного метода простой итерации то есть предположение что матрица является плотным давайте рассмотрим еще ряд методов они тоже относятся к таким базовым итерационным методом базовым но тем не менее важным они используются ну и сами по себе и используются в частности для предупреждения предупреждения что это такое вот поговорим в следующий раз и так вернемся к исходной постановки x равно б матрица симметричная положительно определенная давайте представим матрицу в виде суммы трех матриц л это нижний треугольник без диагонали д это диагональная матрица и r это верхний треугольник без диагонали тогда метод якби записывается вот таким вот образом а метод заявили записывается вот таким вот образом ну можно здесь увидеть что вот эти методы они также принадлежат вот классу методов простой итерации фактически мы взяли и вот расщепили матрицу а вот таким вот образом перенесли вот сюда вот некоторую частичку матрица а и получили вот такой вот итерационный процесс вот здесь записано по компонентная форма для вычисления этой компоненты вектора x на следующем приближении с плюс первым для метода якобы а здесь то же самое для метода заедали вот эти формулы они отличаются тем что для вычисления следующие компоненты нет вернее компоненты и этой на следующем с плюс первом приближение для метода якобы мы используем все значения с предыдущей итерации а в методе заедали для вычислений этой компоненты на с плюс 1 итерации мы можем использовать и используем значение предыдущих компонент от 1 до и минус 1 вот уже посчитанные на с плюс 1 следующий итерации а вот те которые не посчитали используем старое вот то есть вот эти вот сумма не одинаковая а вот здесь вот индекс с плюс 1 известно что метод якобы будет сходящим ся если матрица а является положительный определенный со строгим диагональным преобладанием а метод зевеля для его сходимости требуется чтобы матрица а просто было положительно определенный ну вот из этой формы можно записать матрицы же ну я еще раз напомню что такое матрицы же матрицы же это вот матрица перехода вот такая вот перехода от x с того к x с плюс первому для так вот для методов якобы и зрителя матрицы перехода же для якобы будет вот такая после преобразования можно записать вот так вот а матрица перехода для зевеля будет выглядеть вот таким вот образом ну вот видно что вот 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 отсюда вот эти вот матрицы получаются фактически это вот мы взяли и домножили вот на дэв минус 1 вот эту вот эти оба метода они как видите простые в том смысле что их реализация здесь не очень сложная она вот опять-таки сводится к вычислению умножению матрицы на вектор вот с некоторыми тут особенностями вот но вычислительном плане все то же самое умножение вот некоторое умножение матрицы на вектор дальнейшем развитие методов методов за игре является метод верхней релаксации по-английски в английской литературе он часто обозначается аббревиатурой ссор сексессив over relaxation и его расчетная формула записывается вот таким вот образом если сравнить вот эту формулу и формулу для метода за или то видно что метод верхней релаксации он будет совпадать с методом за и для когда значение параметра метода значения омега равно единице фактически метод за и для является частным случаем метода верхней релаксации известно что этот метод будет сходящимся когда его параметр омега принадлежит интерпол от 0 до двойки если при этом матрица а является положительно определенной то это условие является и достаточно ну вот из этой формулы можно выписать значение x с плюс 1 в явном виде на следующем слайде это и будет сделано вот но здесь вот пока я хотел бы дать некоторые комментарии по поводу параметра омега вообще в любом методе в котором у нас возникает некоторый параметр и у этого параметра есть некоторая область в которой метод сходится то возникает задача выборены лучшего параметра ну вот иногда такую задачу можно решить точно иногда такую задачу можно решить вернее ее решить сложно и можно лишь некоторые такое эвристическое решение предложить но в частности если у нас задача получается вот эта вот система линейных уравнений она получается в результате дискретизации дифференциального уравнения в частных производных то есть при решении задач например математической физики при численном решении такие задачи то тогда там строится некоторая сетка у сетки есть некоторый шаг аж и вот этот вот параметр выбирают как величину примерно равную 2 минус что-то порядка шага то есть чем меньше шаг сетки тем ближе вот этот вот оптимальный параметр находятся в двойке для некоторых модельных задач вот это оптимальный параметр можно вычислить будет можно вычислить точно такие формулы есть и я в дальнейшем их приведу просто когда мы будем говорить про решение одной из таких задач нот влияние вот этого параметра она характеризуется следующими оценками если мы выбрали вот этот вот параметр неким оптимальным образом то тогда число итераций которая требуется для достижения некоторой точности будет величиной порядка от аж минус 1 то есть если мы провели вот дискретизацию дифференциальное уравнение наша на сетке с шагом 1 сотая ну значит методу потребуется порядка 100 итераций а если одна тысячная значит порядок будет тысячи а вот когда мы рассматриваем метод за и доля премьер равном единица то вот это число итерации будет величиной порядка у от аж минус 2 то есть если мы проводим соответственно дискретизации на сетке с шагом 1 сотая то здесь мы получаем уже сразу десятки тысяч итераций то есть метод сходятся гораздо медленнее чем метод верхняя релаксации вообще известна вот такая вот оценочка для вот этого оптимального параметра омега 2 поделенная на единицы плюс единица плюс корень извиниться минус квадрат спектрального радиуса матрицы перехода для метода за или в минус 1 р плюс л а пардон прошу прощения для матрицы перехода яками вот но как вычислить эту оценку это надо сначала сконструировать вот такую матрицу а потом нужно найти у нее спектральный радиус максимальное помогли собственное число и тогда уже можно вот вычислить оптимальный параметр омега то есть задача вычисления оптимального параметра здесь сопоставима по сложностью с решением всей задачи вот поэтому если такая штука может быть цена аналитически да ее используют если аналитические параметры оценить нельзя но вот используется какая-то юристика ну так вот вот если мы возьмем вот эту вот формулу то тогда используя вот эту формулу можно записать явные выражения для x а x с плюс 1 да я вот подробно тут говорю про этот метод нет верхней колоксации потому что он кому-то из вас достанется на реализацию когда мы будем говорить о решении как раз вот дифференциальных уравнений то есть не всем но кому-то так вот значит вот есть вот эта вот формула тогда здесь можно ее маленечко преобразовать вот в такой вот вид и получить явные выражения для вычисления компонент нового с плюс 1 приближения вектора x вот смотрите здесь также как и в методе за это ли при вычислении этой компоненты мы используем вот эти значения старые то есть текущие итерации а вот эти значения с номерами от 1 до и минус 1 новые вот те которые мы только что посчитали но в целом метод опять таки сводится к многократному умножению матрицы на вектор то есть вот 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 эти суммы но это вот умножение нижнего треугольника на вектор и умножение верхнего треугольника на можно точно также аккуратно выписать матрицу перехода для метода верхней релаксации она будет выглядеть вот таким вот образом ну и опять таки видно что если мы омегу подставим сюда единичку вот здесь вот сократится вот здесь будут единички и вот это вот же ссор будет равна же за и деля известно что вот такая матрица она будет не симметричный в некоторых случаях это неважно абсолютно ноут для некоторых случаев симметричность очень важна матрица переход ну вот это вот как факт тут отметим с общая трудоемка здесь одной итерации также как у всех итерационных методов это величина порядка n в квадрате и соответственно на некоторое количество л итерации нам требуется l на n в квадрате то есть если нам нужно получить решение с грубой точностью мы тратим небольшое число итераций и получаем это решение гораздо быстрее чем решение прямым методом можно предложить модификацию вот этого алгоритма так называемый симметричный метод верхней релаксации вот здесь некоторым недостатком ну как факт потому что пока я думаю это не очевидно что вот матрица перехода является несимметричный то есть а вот какой метод сконструировать чтобы вот он был такой же как вот метод верхней релаксации на только симметричный масляции перехода можно сделать следующее на каждом шаге метода мы можем вычислять сначала некоторые промежуточное решение xs плюс 1 2 и компонента вот этого решения вычислять в прямом порядке вот именно так как вот здесь начиная с первой начиная с первой компонента вот по этой формуле а затем зная вот это промежуточное решение находим xs плюс 1 в обратном порядке начиная с последней компонента то есть вот формула соответствует формула получается вот такие ну вот здесь я прошу прощения здесь опечатка вот тут символу использован здесь конечно должен быть r ну и и и вот тут тоже у это должен быть р райт верхний треугольник правый верхний треугольник вот то есть вот формула для вычисления xs плюс 1 2 ну это вот та же самая та же самая формула вот такая вот а формула для вычисления xs плюс 1 ну здесь вот мы л на р заменили и фактически начали считать не с правого с левого верхнего угла не с компоненты x1 а с правого нижнего компонента xs то есть у нас xs плюс один считается за два прохода сверху вниз и снизу вверх и получается вот такая вот большая длинная матрица перехода и оказывается оказывается что вот эту страшную матрица она является симметричной вот такое чередование проходов она дает больше итераций чем в исходном методе с оптимальным параметром но для этого метода симметричной матрицей можно использовать некоторый специальный метод ускорения называющийся чебешевским ускорением итерационных методов ну вот некоторые промежуточные итоги я подведу то есть вот базовые методы которые мы рассмотрели они так или иначе все сводятся вот к многократному умножению матрицы на вектор внутри цикла вот либо совсем вот такое простое умножение как между простой итерации либо вот нечто чуть более сложное как вот в методах методизей доля или вот еще чуть чуть более сложные как вот в методе верхней релаксации но так или иначе это многократно умножение матрицы на вектор то есть вычислительные точки зрения процесс организован мелочи сон теперь вот заключение нашей сегодняшней лекции мне хотелось бы рассказать о одном таком вот красивом способе ускорения итерационных методов понятно что наверное тут это будет сложно восприниматься тем более вот со слайдов не написаны на доске вот вот эта часть для реализации она будет тут в явном виде не нужна но для общего развития для расширения кругозора я думаю все будет очень полезно значит вот все итерационные методы которые вообще все и в частности те которые мы с вами рассматривали они строят последовательность приближений x0 x1 и так далее какой-то экстренное приближение вот эти иксы все где-то в пределе сойдутся к икса звездочкой к точному решению вот мы задаем какой-то стартовый x0 у нас есть какое-то правило вот есть какая-то матрица же матрица перехода и мы поехали вот умножать начинаем наш итерационный процесс а вот можно задаться таким вот вопросом вот пусть у нас есть вот эти м векторов ну точнее плюс 1 вектор x0 x1 xm можно ли построить линейную комбинацию вот этих вот векторов так так такую линейную комбинацию чтобы вот эта линейная комбинация ym она была бы более хорошим приближением чем x то есть есть ряд иксов полученных с помощью итерационного метода вот и можно ли их взять и скомбинировать с некоторыми коэффициентами альфа так чтобы было еще лучше то есть если такая задача разрешима но это замечательно то есть нам вообще никаких усилий делать не надо мы просто берем известное решение известный ряд вот этих вот решений строим линейную комбинацию получаем еще более хорошее решение ну ответ здесь конечно же до положительный так можно сделать подход тот следующий давайте вот возьмем вот этот вот гипотетический вектор и велик мм и запишем погрешность погрешность как разность ym минус точное решение x звездочки ну y это у нас есть линейная комбинация x of вот она просто мы подставили сюда вот от линейного комбинацию затем ну так как у нас вектор x он вот икса звездочкой вычитается из вот этой линейный комбинации то предположение что сумма всех альфа это единица мы можем вот этот вот x сюда вот втащить под знак суммирование и x а звездочкой предположение что сумма альф равна единице вот мы получаем вот такой вот вещь теперь а теперь вот следующий важный шаг вот что такое x это x это и то есть некое многократное применение x это получается в результате многократного применения матрицы перехода же к стартовому вексу x 0 ком и вот тут можно записать это как же это вернее же в степени и многократное умножение матрицы же на x 0 к войну в самом деле x 1 это будет там же 0 вернее же на x 0 x 2 это же на x 1 что равно же в квадрате на и сном и так далее вот ну и если мы тоже самое сделаем здесь с вектором x там некоторые там будет сокращение в общем и можно вот записать вот такую форму фактически это будет некоторый поленом поленом эммой степени от матрицы же который записывается вот таким вот образом альфа это коэффициент и вот этой линейной комбинации же это матрица перехода и в какой-то степени то есть вот такой поленом от матрицы же поленом от единичной матрицы равен сумме всех вот этих вот альфы равен единиц нотк вот вопрос о том что вот это погрешность погрешность y м его минус x то есть вот мы вот мы все начали что ym от линейной комбинации вот этих вот иксов он сводится к тому что вот у этого поленома от матрицы же должен быть минимальный спектральный радиус точнее точнее у результирующей матрицы да ведь это же что пленом от матрицы это мы в конце концов матрицу получим вот ну и оказывается что вот этот вот пм от же можно получить используя так называемые поленома чебушева обладающие многими очень хорошими экстремальными свойствами вот здесь приведем вид вот этих вот поленомов чебушева 1 поленом и то есть просто единица 2 поленом и то есть просто x а каждый последующий это 2x т минус первое минус т м минус второе то есть зная два стартовых поленома мы можем вычислить любой следующий поленом вот оказывается что вот эти поленомы обладают важным свойством это поленомы наименее уклоняющиеся от нуля на отрезке от минус одного до одного и соответственно спектральный радиус вот такого поленома пм от же он будет минимальный если в качестве поленома мы возьмем чебушевский чебушевский поленом то есть мы получим минимальный спектральный радиус среди всех возможных матриц потому что вот поленом чебушева наименее меньшим образом отклоняется от нуля и и самое важное вот стоит в том что для того чтобы посчитать вот этот вот поленом есть вот этот рекуррентное соотношение то есть нам нужно для вычислений следующего поленома знать только два предыдущих нам не нужно тащить все за собой то есть соответственно для того чтобы посчитать вот какой-то вот м мэй вектор нам не нужно хранить все вектора нужно хранить только два предыдущих вектора то есть вот чтобы посчитать y м и нам не надо хранить все иксы и строить из них линейную комбинацию а нужно хранить 2 y предыдущих и пересчитывая вот эти игреки мы будем строить текущий y я здесь вот тут формулы конечно же не вдаюсь я думаю что это очень сложно сейчас осознать но есть такие вот формулы которые позволяют посчитать некоторые киффициент мил вот так вот где ро это спектральный мат и радиус матрицы же нам нужно знать два стартовых числа мил и дальше мы считаем все остальные и затем вот мы можем считать y и мы зная м минус 1 и м минус 2 но для этого у нас матрица же она должна быть симметричным то есть чтобы ее собственные числа были бы вещественными и лежали бы в диапазоне вот в некотором диапазоне вот минус ротором герои спектральный радиус то есть вот как раз хороший быстрый метод верхней трансации в том что не подходит потому что у него матрица перехода не симметричны а более медленный симметричный метод ссор он подходит потому что него матрица перехода симметричны и так то есть вот если такой вот крупную блочную схему выстроить чебышевского ускорения что получается вот пусть у нас есть некий и традиционный метод который принадлежит классу медов простой итерации вот xs плюс 1 равно же xs плюс c c это какой-то вектор а же это матрица перехода тогда мы можем для начала для старта процесса взять коэффициент мил 0 равна единице не один взять равный ро да нам придется здесь посчитать спектральный радиус матрица перехода от этого тут не уйдешь затем взять начальное приближение x0 y0 взять таким же взять начальное приближение x0 и посчитать x1 из вот по этой формуле ну и сразу присылайте значение y1 а затем вот по этим формулам зная два предыдущих мил и два предыдущих игрока мы считаем уже вот не x и игреки вычисляем мил и вычисляем y то есть вот тут в скобочках вот здесь вот скобочках фактически сидит вот это вот формула то есть мы применяем метод простой итерации вот исходные для y это как бы первый пол шага вот получаем какой-то y с чертой а затем вот его корректируем с помощью вот этих множителей и оказывается что такой процесс вот вроде бы такой сложный тут вот куча огромных форму коэффициентов которые еще надо искать он работает значительно быстрее ну конечно при определенных условиях например вот когда матрица же симметричные когда вот этот вот к центру спектральный радиус известен то есть вот такая расчетная формула она будет давать более хорошие результаты метод будет сходиться быстрее считать посмотрим что здесь получается вот какие получаются результаты при использовании вот этих вот методов верхней релаксации симметричной верхней релаксации из чебышевского ускорения для некоторых разреженных матриц то есть вот точнее даже не для разреженных пациента для систем уравнений с разреженными матрицами вот эти разреженные матрица они брались из некоторой общей доступной коллекции разреженных матриц ну вот когда готовились эти материалы адрес был такой я не уверен что сейчас адрес сохранился но если это под поиски набрать sparse collection то я там первая же ссылка в угле будет вести на вот-вот коллекцию разреженных матриц вот некоторые характеристики матриц которые рассматривались n это размер то есть маленькие задачки рассматривались вот это вообще 48 на 48 или вот 2 500 на 2 500 nz это но зеро число ненулевых элементов ну как видите здесь число ненулевых элементов она маленькая с матрицы здесь весьма и весьма разреженные вот например вот это вот то есть здесь порядка миллиона элементов а не нулевыми являются лишь 18000 из них здесь не здесь вот всего если тут взять две с половиной тысячи то там будет соответственно более 6 миллионов элементов а не нулевых всего чуть больше 7000 то есть это вот заполнена главная диагональ ну еще где-то раскиданы какие-то значения теперь числа обусловленности вот смотрите задачах может быть конечно вот числа обусловленности очень маленькие вот такие а могут быть и очень большие 10 6 10 4 может быть еще больше и как вы увидите здесь это существенным образом влияет на сходимость метода на скорость сходимость то есть на саму то сходимость это число на сам факт наличие сходимости она не влияет то есть теория метод сходится но на скорость сходимость конечно же вот все вот эти матрица с такими обозначениями они были симметричные положительно определенным вот здесь на данном слайде приведен некоторые так называемый портрет шаблон одной из матриц ну размеры там большие понятно что это некоторые такая компоновка ну вот видно что портрет симметричные относительно главной диагонали вот главная диагональ к здесь вся заполнена ну и вот тут вот некий такой красивенький узор получается вот тут вот есть элементы немного вот здесь побольше элементов то есть тут какие-то плотные блоки возникают ближе к правому нижнему углу а вот смотрите кстати в левом верхнем вот этой матрице как раз вот видно вот такая не хорошая стрелочка то есть не хорошие в смысле применение к таким матрицам прямых методов то есть как я говорил если вот такая стрелочка у нас есть которая смотрит в левый верхний угол то потом от 300 тут заполнится а когда мы говорим про операционный метод вот матрица как было разреженной она ровно в той же степени останется разреженной то есть матрица вообще никак не меняется мы только многократно множим ее на вектор теперь здесь мы брали матрицу а надо еще и сконструировать по этой матрице систему линейных уравнений понятно что можно взять и записать какой-то вектор b правую часть но тогда эта система она не будет тестовой тестовой в том смысле что нам должно быть известно точное решение этой задачи здесь используют традиционный подход мы его всегда в дальнейшем будем использовать пусть у нас есть матрица пусть мы взяли какой-то вектор x со звездочкой он может быть единичным вектором и не тогда сформируем правую часть как произведение матрица а на вот этот вот вектор векса звездочкой то есть б равняется она x со звездочкой а потом забудем на минутку что мы знаем их со звездочкой сформируем систему линейных уравнений а x равно b вот с этой правой частью и будем ее решать то есть мы сконструировали систему уравнений у которой мы заранее знаем решение то есть эта задача тестовая вот такой же принцип конструирования вам пригодится при проверке ваших программ когда вы будете реализовывать свои итерационные методы то есть вы берете какую-то матрицу можете ее заполнить так как вы считаете нужно мне обязательно брать ее какую-то вот реальную матрицу с какого-то сайта затем по этой матрице вы вычисляете правую часть для какого-то заданного решения решать систему ранее далее значит посмотрим какие результаты получаются при решении вот таких вот систем с помощью методов верхней релаксации и верхней релаксации с чебышевским ускорением вот когда у нас задача какая-то произвольная то как я говорил подобрать оптимальные параметры для них сложно то есть здесь использовалась некоторая такая вот экспериментальная перечиская оценка то есть вот эти параметры ро и омега они здесь ну выбраны не идеальным образом вот но тем не менее видно что например вот метод простой итерации о прошлощение верхней релаксации с обычный ну для тех или иных задач то есть вот требует сколько-то итерации а когда мы применяем вот этот подход чебышевским ускорением количество итерации тут заметно падает этот эффект становится еще более наглядным в том случае если мы можем более точно оценить вот эти вот параметры омега для итерационного метода и ро для матрицы спектральный радиус матрицы да кстати я отмечу что колить точность метода точность в критерии остановки здесь было 10 минус 6 то есть можно сказать что так вот ну с некоторой доли условности что мы получаем решение с шестью верными знаками после запятой с некоторые тут натяжки вот и получаем его вот за такое количество итераций то есть вот 100 там или 1000 тогда как размер вот этой системы ноутон порядка тысяч теперь вот рассмотрим еще одну такую задачу систему линейных уравнений с симметричной положительно определенные разреженной матрицей но только теперь вот эта матрица не какая-то производим а она взята из она получается в некоторые задачи мат физики при дискретизации дифференциальное уравнение в частных производках но вот эти темы они тут тесно связаны я на следующих занятиях тут про так такие уравнения более подробно скажу вот то есть пока вот как факт что мы можем взять вот некоторые диффур и на его основе сконструировать матрицу сконструировать систему линейных уравнений и достоинством тут является то что для вот этой вот задачи возникающие из диффура все известно то есть известно оптимальный параметр омега для метода верхней релаксации 2 поделена единая единица плюс 2 синус и аж пополам где аж это шаг сетки шаг пространственной сетки которая была использована при дискретизации уравнения и известен спектральный радиус матрица вот он тоже такой формулой задается единицами успех аж пополам где вот аж это шаг сетки данная система линейных уравнений она имеет вот такой вот 5 диагональный портрет то есть здесь почти заполнены вот с некоторыми небольшими пропусками 3 диагонали главные диагонали она полностью заполнена побочные диагонали вот тут с пропусками и еще вот тут вот две диагональки такая вот пяти диагональный макс вот такие вот получаются результаты то есть точно так же мы использовали данные итерационные методы с точностью в критерии остановки 10 мин 6 м это размер системы уравнений то есть у нас здесь получалось вот такая вот система уравнений вот тут у дней 10000 уравнений но здесь вот 250 тысяч уравнений вот тут от наши отношения так тут конечно же квадрат должен быть отношение числа неизвестных к n квадрат степень разреженности матрицы то есть матрицы в такой задачи очень очень разреженные ну в самом деле вот тут вот у нас максимальное количество элементов отличных от нуля в одной строчки 5 может быть здесь 5 диагональной матрицы а всего элементов вот если у нас n равно 10000 у нас получается 10 восьмой то есть у нас получается 50 тысяч не нулевых элементов а потенциально матрица 10 восьмой элементов вот значит здесь приведены параметры онеги а вот количество итераций которые потребовались методу верхней релаксации для решения этой задачи симметричному методу верхней релаксации и симметричным методом верхней релаксации с чебышевском ускорение ну вот даже вот этот метод он показывает замечательные результаты вот большая задача которая соответствует очень большой сетки вот нужно порядка нескольких сотен итераций чтобы найти решение здесь точностью 10 мин 6 когда система становится очень большой число и творится тут увеличивается конечно же переваливать за тысячу симметричный метод работает хуже он дает большее количество итераций но если мы применим здесь вот это вот чебышевского ускорения то количество итераций как вы видите падает ну нет ну не совсем уж на порядок но почти в зависимости от задач количество итераций сокращается очень сильно еще раз я отмечу что вот это мы можем сделать только в случае когда нам известны теоретические оценки для параметров ну и последняя серия экспериментов расправили если мы говорим про параллельный вариант метода верхней релаксации ну или же нет газели методы якобы но они все примерно одинаково вот то как я говорил расправить мы можем лишь одну итерацию метода и фактически отсводится к параллельному вычислению вот этих двух сумм на каждом шаге нет в программе это будет расправили не двух форов двух циклов так вот значит если мы говорим про то что у нас метод работает с разрешенной матрицы то под количество сумм количестве ну как бы длина вот этих сумм она будет очень небольшой если мы говорим про работу с разрешенной матрицы то есть раз параллеливать вот такие методы в лоб для разреженных матриц ну вот мы не очень хорошую будет получать результат и если у нас матрица плотная мы решаем задачу с какой-то большой плотной матрицы то тогда ну результаты будут более хорошее более адекватно и вот здесь приведено ускорение параллельной версии по отношению к за поточку решались системы уравнений с плотными матриц но и мы видим что ну вот чем больше размера решаемые задача то есть чем больше становится у нас вот это вот внутренняя сумма тем эффективнее у нас получается расправили вот вот все хуже у нас ведет себя маленькая задачка вот и соответственно самое хорошее расправили наибольшую эффективность вот такой параллельный алгоритм достигает при выполнении при решении задача самый большой вот то есть вот эти методы вот типа верхней делаксации за или они плохо расправили ваться для разрешенных задач вот еще раз потому что мы там параллелем даже не тот приходится параллелить не только вот очередное приближение расправили вание даже вот происходит внутри вычисление компонент очередного приближения вот следующий раз на следующем снятии мы поговорим про методы типа метода сопряженных градиентов там вот такого недостатка не то есть там базовой операции является умножением этой цена вектор и метод показывает хорошую эффективность хорошая эффективность при распараллеливание вот как собственно для задач сплотной матрицы так и для задач с матрицей разрешены так ну на этом вот тема сегодняшнего занятия у нас тут закончена и в конце я хотел да в конце вот в конце списка литературы вот здесь приведены некоторые книги опять-таки такие классические наши книги по учиться методом типа гулина самарского там итерационные методы расписаны очень подробно с точки зрения теории но ничего не сказано про их реализацию в переводных книгах наоборот чуть чуть поменьше теории и побольше реализации ну и желающие интересующиеся тут могут посмотреть вот зарубежную литературу там очень подробно все описано как живут грамотно эффективно и железо можно железо вать тот или иной итерационный метод вот на современных вычислительных системах так на этом лекционная часть на сегодня все давайте сделаем небольшой буквально 5 минут перерыв поговорим про ваши результаты на практике и я небольшое такое вот задание сформулирую в качестве такого блиц вопроса на сегодня и так сейчас перерыв и через но через 10 минут встречаемся все Продолжение следует... 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 Продолжение следует...